она его видишь подмукивает тип подталкивает давай вставай вставай там молока знаешь сколько себя ждет с ней уж эта корова течет аж ну вот никак и я сегодня могу здравствуйте уважаемые зрители моего канала меня зовут татьяна канал деревенская жизнь на хуторе дневник казачки мы вчера весь день занимались со своей собакой у нас есть овчарка немецкая бона она у нас без документов мы ее покупали в зоомагазине короче говоря от нормальных заводчиков документов у нее нет ей два с лишним года и вот она у нас в очередной раз загулял это уже третий раз происходит и прошлый раз когда у него был такой состоянии мы пытаемся и свести там с кабелями у нас ничего не получилось и как бы ей уже два с лишним года нам надо получить от нее щенков дело в том там где я живу но я живу в деревне у нас принято покупать собак как бы нормальных собак но без документов потому что то на моем при нафиг не нужно я не собираюсь не ходить на выставке никуда не собираюсь ходить не просто что во дворе сидела там хорошая собака вот и к тому же без документов дешевле поэтому многие так и делают а теперь получается что найти ей хорошего кабеля чтобы у него как была хорошая родословная чтобы у него был хороший экстерьер чтобы не испортить весь помет щенков довольно проблематично но и вот в общем мы нашли но факт тот что мы вчера весь день как бы пытались ее свести ничего у нас не получилось кабели нам какие-то попадаются левые у меня уже мысли такие что надо ввести ее в город начала звонить значит по авито на вязку вот стоит это 5000 но мне в принципе 5000 не жалко весь смысл что потеряется целый день когда я согласна потерять целый день у меня опять нашли кабеля и вот мы вчера эту бедную бону сначала к одному кабель уводили ничего у них не получилось какие-то кабели я не знаю не левые совершенно хозяин там помочь пытался и все вот полдня она у одного кабеля просидела потом потащили мы ее к другому кабелю вот тот немножко поменьше был не такой как бы шустрый но он такой уже матерый у него уже был опыт вот у него уже были щенки у этого кабеля тоже бесполезно уже и муж мой муж мой кабелю помогал яблону держала но это ужас какой-то мы извозились все в этих собаках ничего у нас опять не получилось и вот сегодня нам опять придется ехать по этому поводу опять нам искать жениха ну смысл мы поедем к этим двум женихам в расчете на то что может быть у нас чуть получится с очень хочется иметь щенков от своей собаки вот а у нас неподалеку ну все знают кто меня смотрит постоянно здесь китайцы они имеют собаку уже замучили вот они как и увидите и как отпущу погулять вот и они обязательно просит меня ее им продать и на щенков уже можно сказать очередь ну и вообще ну вот хорош собаки немецкой овчарки щенки понятно что разойдутся вот но я и сама хочу тоже иметь этих щенков но у нас как я говорю ничего не получается а у нас есть еще одна такая маленькая собачка у нас как собаки так этот прям целый историк вот у нас есть такая маленькая собачка такую-то вообще этот восклик овчаренок дворняшка вот он весь бедный извелся бона на него никак не реагирует он кобель и я вот по его поведению ориентируюсь как бы что происходит с моей боной он бедный извелся как только у нее значит происходит явление что ей надо идти на вязку вот он ой он кружит вокруг нее он лает целыми ночами она на него никак не реагирует она его как жениха вообще не воспринимает когда он есть или надоест она просто так поперек хватает зубами вот так-то треплет и выкидывает представлять там только так виск слышно этого бедного кобелька ну и вот а вообще он как у нас появился у нас когда такая была вот она щенился мы оставили вот этого одного кобелька себе как бы на пленку на 5 ловить начал опять как бы не приставали она от него в будку спряталась а его туда не пускает вот он стоит около будки афа-фа-фа-фа жуть ну и вот и мы оставили этого кобелька на плеве когда он был еще совсем маленьким щенком видимо заболел чумкой я так поняла что чумка потому что в один прекрасный момент мы заходим он лежит вот таким вот вытянутым трупом представляете вот так вот у него ноги такие окчиневшие передние и задние но и все и он вообще никакой ничего делать мы его положили прикрыли в летнюю кухню думаю пусть он спокойно значит умрет слушай его прополисом напоил там молоком напоил ну чем вот можем так подручными средствами лечить никого моего ему не вызывали в общем короче говоря мы думали что он сдохнет а он два дня вот этот отлежался потом оклемался встал этот кабелек вот и мы поняли что он ослеп представляете его так шатала и мы поняли что он ничего не видит вообще ничего и он ходил натыкался на всю ноту его ориентировался либо на слух либо на нюх вот и в таком вот значит пока он ходил такой слепой где-то жил такой слепой у нас но еще недели две мы сказали но раз собака оклемался не видит так не видит пусть живет естественно не стали с ней ничего делать как бы пусть доживает свой век сколько проживет столько проживет у нас вот здесь за домом выкопан такой небольшой прудик и вот он со слепу упал в этот пруд если бы мой муж не пошел туда куда-то по своим делам он бы там утонул но вот а так он его достал значит вот этого нашего топлива не состоявшегося мы его опять значит вытащили с того света ладно а потом к нам опять приходили видимо китайцы и он ушел за ними я же говорю он ориентировался по шагам и на нюх люди идут и он за ним топ-топ-топ и ушел очень вот эта собачка наша маленькая пропала но пропала пропала я а я знаете я даже обрадовался на пропал думаю ну и хорошо что она пропала может где-то мало не в моем доме короче говоря умрет все а потом неделю через две через три мы поехали туда китайцы у нас убежать корову едут там между их ними парниками выскакивает наш щенок представляете он нашелся ну раз он наш чушь мы его опять загребли привезли домой представляете он вылечился сам по себе он превратился вот в такого собаку в тасс собака который теперь надоедает боне такая была история у нас короче говоря а буду тоже когда я убрала в зоомагазине и как бы ходила присматривалась все время к щенкам не всегда хотелось немецкую овчарку но я ее не брала потому что я прекрасно понимала что немецкой овчарки нужно внимание нужно с ней заниматься нужно там ее учить обучать на у меня дети как бы я не могу разделиться либо дети либо я там должна заниматься собакой и вот теперь когда дети у меня немножко подросли я решила купить вот этого щенка немецкой овчарки тем более что там раздавали в долг у нас но не то что принято но у нас в ходу у нас что в деревне в магазине в долг дают что в зоомагазине горит хотите берите в долг в рассрочку там на 2 на 3 месяца стоил в то время 5000 вот этот щеночек я выбрала вот эту бону который мне понравилось потому что у него вся такая угловатая морда на хоть и было месячного возраста но по ней уже видно было что например натуральная овчарка вот я ее выбрала привезла домой начала ее кормить и дала ей кусок сырого мяса и вот не знаю то ли от этого куска сырого мяса то ли неизвестно от чего мой бой стал плохо но я поначиталась что месячные щенки они такие слабые такие квелые могут сдохнуть от всяких там от той же самой неправильной кормежки я не знаю чего очень когда я увидел что моей боне плохо она перестала есть перестала пить слегла кстати месячный щенок я в рев звонить в этот зоомагазин говорю так и так что делать собака моя сдохнет привозить ее назад к нам они как бы в районном центре там и ветеринары все я отвезла эту собаку со слезами вот таким слезы у меня градом были зима была февраль очень я отвезла этого щенка они его там отходили сводили к ветеринару наверно ветеринар к ним пришел звонит дня через три будете забирать буду забрала я ее опять назад вот только забрала я ее назад буквально несколько часов она у меня дом посидела ее то ли выручу то я опять стал плохо я опять врёв опять звоню у меня ее опять забрали опять там она у них побыла день-два я врёв ну потому что я уже привыкла как бы я его с такого уже полюбила вот потом мне ее отдали опять привезли назад с тех пор как этот этот футбол сбоны все нормально единственный вот проблем что она у нас никак погуляться не может он слушать он опять я закрываю все в окна чтобы вот этот вот лай спать не давал я не знаю что делают у нас соседи потому что вот это вот так надоедает и вот сейчас мы немножко поделаем свои дела и к часу опять поедем опять мы поедем к нашим женихам вот там похоже не от кобелей все зависит от их хозяев вот те люди которые занимаются вязкой в том же самом городе которые породистыми собаками занимаются они не знают что делать но мы так чисто на очень ничего у нас не получается что случится после обеда я вам потом расскажу но пока пока телец еще одна корова у нас он там какой-то торчат ой ой копыт показались вот она тужится беленькие ты же черная теленку тебя беленький похоже будет или какой-то пятнистый не не там ножки уже какие-то белые такой пантуку коров может происходить как можно одновременно жрать и рожать тут она жрет тут она рожает вот как так можно на этот раз я не одна и все это происходит днем что помогать пока не более 2 найдет а пленку сносы с ним язык как всегда мне вот этот язык который торчит у них изо рта когда коровы тельц у меня вообще убивает всегда сорянным шевелит шевелит языком тот раз коровы телелся это башка высунулся висит в ней но наполовину еще и глазами моргает когда я вытаскивать начала давай давай майк это корова между прочим есть у меня видео она у нас год ходила я лава и не телилась и у меня есть видео вид обслуживание крупного рогатого скота как там определял это врач ее стильность и описание в смысле ссылку оставлю в описании потом посмотрите кому интересно там он ректальным методом определял что у него будет телок я потом приду домой посмотрю когда это видео снято и посмотрю правильно он определил он тогда сдал срок что она беременна три месяца интересно не ошибся лоб уже можно ему поправить руки по моему вот этот момент когда он вылезает и вот лоб он никак оттуда не может можно поправить немножко давай тогда она там сама что лист ну от нее нам нужна телочка помыл сейчас как тушится будет вот так вот поправляют вот чтобы ей легче было технику подожди черненькая я в тот раз одна вот это тащила я думала я сама вместе с ней прожу тут живой крупный телок да куда тянешь она не тушится ты тянешь да подожди оставь она сейчас об крупный тихо 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 потихоньку голоди же не могу держать до техни тени она сама сейчас вылезет он лишь чуть-чуть да ничего это последствия тихо 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 все готова и вода полилась молодец майк ножки об об меня забрызгал чу телочка 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 она или нет или бычок на я их нет . дышит мы все молодец майк ты молодец чё не встаешь может там еще один есть за два года в один за два года ой было вообще случай когда вот так телят мы как-то искусственное дыхание помнишь делали соседи от битых делал этим из туда искусственное дыхание делал когда ты ходил помогать соседей так долго тянули же мы еле вытянут что-то лежит он рот открыл и прямо саш прямо вдыхал туда вдыхал да помордит вот так вот потому что такое дело от скачивает телят сердце забилось что ничего не там во рту не слизи ничего чё на через рот не нос было да не все нормально дышит но все хорошо майк молодец черная ты наш и короче говоря ты говоришь реанимировал он теленка да потому что долго тянулся он там уже начал можно торчало и он же мучать начал он там нахлебался на задохнулся ничего себе долго да подожди успеет еще крупная крупная так так и это сразу зашевелилась так давай облизывай дочку смотри смотри это сразу задергалась чего оставить ее пока пусть молоза молозива соснет потом и доить будем оставить ее до после обеда торопиться не будет продавать мои тоже не будем оставим себе коровы тудой на и ну все затряслась и башку и все вот так деревне это животные животные не давай ой она у него поповину жрет слева уже ну значит так надо конечно я чувствую что цель как она сразу начала подскакивать чихает плохо только что они черные мне не видно камера не видит ничего сари сари она сразу встает это ему дура ты телку облизывай что-то рядом облизываешь ой отсюда виднее да отсюда тридцать молодец вставай вставай чих-то ничего ближе хотела она встать тёлка хотел встать и вперед головой кувыркнулась слабо еще сейчас опять будет давай давай вставай говори по времени да сколько прошло на 20 минут на как я в сарай стою она уже родилась и уже пытается встать давала у нас как-то был случай у нас корова сбежала пастух упустил корову и ушла телиться нами километра за три от деревни да вот мы и нашли только через сутки думали телка придется в багажник загружать и до дома вести к этому сам прибежал за коровой то есть то есть они быстро сильными становятся честно покувыркается потом встанет да ничего не надо на сама встанет отстанет не грязь чтоб не влетела нет тут грязь здесь все застели ну вставать вставать